Предотвратить, спасти, помочь. Это девиз сотрудников МЧС. За этими краткими словами тысячи спасенных жизней. А как работают современные пожарные? Как это дежурить целые сутки? 24 часа быть готовым шагнуть в пылающий огонь. Наш корреспондент Мстислав Ставничий провел один день в пожарной части. Каждый месяц в Петербурге случается почти 300 пожаров. Ежедневно сотрудники МЧС спасают чью-то жизнь. Ведь чаще всего пламя бушует в квартирах. Труднее всего бороться с огнем в центре города. Старые дома, деревянные перекрытия. Даже когда пламя утихнет, приходится не менее трех часов, как говорят пожарные, проливать старые конструкции. Цистерна на выезд. Каждый день они рискуют жизнью в борьбе с огненной стихией. От загоревшегося мусорного бака до пылающих домов, заводов и фабрик. Петербургским пожарным любой вызов по плечу. На сборы у спасателей всего 45 секунд. Все необходимое под рукой. Самый важный элемент экипировки – дыхательный аппарат. Позволяет защитить пожарного в задымленном помещении. Насколько баллона хватит? В районе 40 минут. Температура плавления олова 230 градусов. Свинца 327. Костюм современного пожарного может выдержать температуру до 600 градусов Цельсия. Сквозь огонь пройти могу в этом все? Конечно, сможете. По статистике, причина большинства возгораний – алкоголь и курение. На сложные пожары стягивают части со всех районов города. Основная задача первого прибывшего подразделения – это произвести разведку, как раз-таки определить, что горит, где, как. Также отправить личный состав на спасение людей. В принципе, всегда готов к чему-то уже такому экстраординарному, потому что все-таки опыт уже есть. Спасатели часто приезжают на тяжелые ДТП. Без их профессиональных навыков извлечь раненого человека из помятой машины невозможно. Гидравлический инструмент используется для ликвидации последствий ДТП. Бензорезчик непосредственно вскрывает двери. Иногда время на принятие решения меньше секунды. Возможно, поэтому у сотрудников МЧС такой короткий девиз – всего три слова – предотвратить, спасти, помочь. Практически все, кто однажды их произнес, навсегда связали свою жизнь со спасением чужих. Мстислав Ставничий. Степень защиты. Субтитры создавал DimaTorzok